Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Две тысячи горожан собрались сегодня на площади флага. Флэшмобом курорт выступил в поддержку проекта «Сочи на банкноте». Почему Киркоров остался без звука, а Меладзе без чемодана? Конкурс «Новая волна» уже прогремел на всю страну. Ревизоры будут особо внимательны к Лазаревскому району. Туристов там была масса, а налогов меньше всего. Он защитит поселок Мирный от подтоплений. Ремонт Нагорного канала обещают закончить в октябре. Россия не должна зависеть от импортных семян. Это вопрос государственной безопасности, заявил Дмитрий Медведев на совещании о ходе проведения полевых работ. К 2020 году по стране планируют открыть 80 семеноводческих центров, чтобы заниматься развитием наиболее импортозависимых культур. «У нас сохраняется действительно чрезмерная зависимость от импорта по семенам, особенно при выращивании сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, целого ряда овощей. Здесь инструментами поддержки предусмотрен опережающий рост этого сегмента, я имею в виду семеноводство. Субсидии в целях поддержки элитного семеноводства должны быть направлены на возмещение затрат, до 20% затрат на модернизацию селекционно-семеноводческих центров». Участие в заседании принял губернатор Краснодарского края. По его словам, для Кубани также остро стоит вопрос семеноводства. К примеру, почти вся свекла засеивается зарубежными семенами. Похожая ситуация с кукурузой. Венемин Кондратьев попросил правительство помочь в создании селекционно-семеноводческих центров в регионе, которые будут работать в формате государственно-частного партнерства. «В перспективе все-таки сделать акцент на, конечно, отечественную селекцию и в том числе на государственно-частное партнерство. Я поднял вопрос о том, чтобы губерническое семеноводческое предприятие, федеральное государственное, ныне предприятие «Кубань» стало предметом вот этого государственно-частного партнерства, где государство и бизнес готовы развивать это предприятие и, естественно, прийти к тому, чтобы появились у нас семена свеклы, но это будут семена свеклы уже наши, отечественные и кубанские. Сегодня мы будем говорить и только говорить об импортозамещении, если отечественные семена перестанут быть таковыми. Нам сегодня надо четко понимать, что овощи, которые мы выращиваем, они должны быть выращены на наших отечественных семенах. Это принципиальное сегодня решение, которое тоже поддержал Дмитрий Анатольевич. Вениамин Кондратьев также попросил Дмитрия Медведева на уровне правительства продолжить движение по снижению административных барьеров для аграриев. Для нормальной работы порой необходимо получать множество сертификатов и разрешения, многие из которых практической пользы не несут, а только усложняют производственный процесс. Елена Овсецна, телекомпания «ФКТ». 2000 горожан собрались сегодня на Сочинской площади флага. Флешмобом «Сочи-2000» курорт выступил в поддержку проекта «Сочи на банкноте». Сегодня стартовал заключительный третий этап всероссийского голосования. Присоединились к городской акции конкурсанты «Новой волны». Участники международного конкурса молодых исполнителей фестиваля «Новая волна» в поддержку города Сочи исполнили песню, под которую сочинские школьники и выстроились в фигуру 2000. Всероссийский конкурс на выбор символов новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей организован Банком России. И впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Сочи – один из лидеров народного голосования. В качестве символов российского курорта выступают Олимпийский стадион «Фишт» и горный комплекс «Роза Хутор». Мне невероятно приятно, что город Сочи по-настоящему становится курортом нашей страны. Замечательным, гостеприимным курортом. И я думаю, что через некоторое время, наверное, южный берег Франции позавидует нашему городу. Именно нашему городу, потому что «Новая волна» получила, наконец-то, мне кажется, прописку навсегда. Именно в Сочи, здесь, на нашем российском курорте. Мы действительно сегодня гордимся и теми объектами, которые были построены во время подготовки к Олимпийским играм, и той победой, героической победой наших атлетов. И то, что появятся на банкнотах именно те объекты, которые олицетворяют Олимпийские игры, а это стадион «Фишт», и это наш курортный комплекс «Роза Хутор», это будет говорить о том, о нашей гордости за проведенные игры, о гордости за Россию. Россию на международном конкурсе «Новая волна» представляет сочинка Нана Арахамия. На сцене она выступает под псевдонимом «Ясения». Певица отмечает акции, которые признаны прославить ее родной город, всегда могут рассчитывать на ее поддержку. Это мой родной город, моя семья, здесь все мои друзья, мое окружение из Сочи. Мне втройне приятно выступать в моем родном городе. Сочи достоин, Сочи лучший город, я считаю, в России. Сочи! Проголосовали на сайте твояроссия.рф и непосредственные участники сегодняшнего флешмоба – сочинские школьники. Будет больше людей знать о нашем городе, потому что у нас очень красивый, хороший город, здесь приятный климат, и вообще здесь очень красиво. Много достопримечательностей, которые можно посетить в Сочи, в том числе и роза хутор, и Олимпийский парк, ну и в самом центре тоже. В городе много всяких развлечений и для молодежи, и также взрослым тоже очень интересно. Все сюда приезжают, чтобы отдохнуть, в принципе, и жить здесь тоже очень хорошо. Получше, чем Ростов, Москва, потому что море здесь. За то, чтобы курорт оказался на купюре и заместитель председателя правительства, он же куратор зимней Олимпиады. Дмитрий Казак заявил, что Сочи достоин стать символом банкноты Банка России. Поддержать Сочи могут все желающие. Для этого достаточно проголосовать на сайте твояроссия.рф. Итоги конкурса и победители будут объявлены 7 октября. Сами же купюры номиналом 200 и 2000 рублей будут запущены в оборот к концу 2017 года. Ольга Десятого, Инга Габеша, Демид Даниловский, Алексей Давыдов и Николай Тихонов. Телекомпания ФКТ. Камера «Мотор» в Анапе стартовал юбилейный 25-й фестиваль «Киношок». Это один из самых значимых конкурсов стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Каждый год «Киношок» открывает новые имена в современном кинематографе. Поздравить с юбилеем фестиваля участников и гостей в город-курорт приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что за 25 лет Анапа и «Киношок» стали не просто партнерами, а хорошими, верными друзьями. «Киношок» – это тот фестиваль, у которого нет санкций и нет запретов. Это очень важно в нашем сегодняшнем дне. Что еще хотелось бы сказать, друзья? Безусловно, невзирая на четверть века, организаторы фестиваля сумели сохранить кино вне политики. Это очень важно. Очень важно для человека, для человеческой натуры, для души. Ведь политики так много. Кино все меньше и меньше. Вот здесь можно увидеть фильмы, кино, которое на самом деле трогает душу и сердце. В этом году в рамках фестиваля будут соревноваться полнометражные и короткометражные художественные фильмы, телефильмы, картины для детей и юношества, а также киноальмонахи. За главный приз «Золотую лозу» поборются 8 лент, авторы которых уже становились лауреатами киношока в разные годы. А жители и гости Анапы смогут в течение недели смотреть фестивальное кино на открытых площадках города и в кинотеатрах. Императрица русской эстрады, «Золотой голос России» и еще десятки звезд спели в Сочи. Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» уже прогремел на всю страну. Почему Филипп Киркоров остался без звука, а Валерий Меладзе – без чемодана. Ответ в следующем сюжете. Ее ждали целый год в России и за рубежом, и 15-я «Новая волна» захлестнула Сочи. К экранам прильнули миллионы телезрителей, сотни собрались в зале. И именно они нырнули в бешеный водоворот музыки, подлинный, без монтажа. Открылся галоконцерт с Курьеза. В щекотлевом положении оказался король поп-музыки. Эмоциональность Филиппа Киркорова вывела из строя музыкальную аппаратуру. Исполняя песню «Сертаки», народный артист дважды остался без звука. И лишь в третий раз Филипп Киркоров встал на гребень «Новой волны». Все вокруг остановилось, а я пил. По-моему, зритель оценил, что такое настоящее, что такое по-честному. Звезды российской эстрады на площадке появлялись друг за другом. Их сразу брала в кольцо журналистская «Братья». Ослепляла вспышками и засыпала вопросами. На один из популярных, когда летели, отвечали хором «Отлично». Выделился только Валерий Меладзе. Достаточно легко и быстро добрались. Но, правда, не долетел мой чемодан из всех чемоданов. Но это меня не сильно расстраивает, потому что я думаю, что он найдется рано или поздно. Пока перед зрителями выступали артисты, за сцены разворачивался не менее захватывающий концерт. Артисты балета Киркорова пародировали Сергея Лазарева. Звезды блистали шикарными нарядами, прославляя имена модельеров. На мне, собственно, one and only Александр Терехов, который делает вот эти сногсшибательные наряды мне для шоу и для каких-то самых важных выходов. Тем временем на сцене Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Жасмин. Звездный список не просто насыщен именами, но и переполнен сюрпризами. Один преподнесли Игорь Крутой и Анжелика Вару. Это наш дебют с Игорем Яковлевичем, дуэтом. Игорь Яковлевич написал музыку, а я текст к этой песне. Некоторые звездные гости приехали на новую волну с миссией. Они вытягивали номерки, определяющие порядок выступления конкурсантов, которые ждали вердикта в специальной зоне. Так Таисия Павали для украинской певицы определила номер. 15-й. Потому что чем ближе к финалу, мне кажется, тем ты больше запоминаешься и зрителям, и телезрителям, и, конечно же, членам жюри. За жеребьевкой конкурсанты следили в специальной зоне. Здесь собрались все 16 участников. Их отбирали из 16 тысяч желающих. Россию представляют сразу несколько артистов. Группа «Нева», певец Денис Соколов и солистка из Сочи «Ясения». Мы отобрали, я понял, только здесь, сверх каких-то поющих конкурсантов. И не в один год из всех 15 лет, из 14. У нас не было такого состава. Судить мы будем, как всегда, справедливо, беспристрастно и душевно. Выступление российских звезд разбавил пуэрториканский поп-музыкант. Рикки Мартин исполнил свои знаменитые хиты и тем самым завершил галоконцерт. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. А 8 сентября в рамках «Новой волны» на площади у Южного Мола состоится традиционная дискотека «Муз-ТВ». Ровно в 22.00 концерт откроют ведущие Лера Кудрявцева, Андрей Разыграев, Липпа и Артем Шалимов. На протяжении трех часов зрители будут радовать Николай Басков, Валерия Астудио, Анни Лорак, Леонид Агутин, Нюша, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, дискотека «Авария» и другие. Вход бесплатный. И к другим новостям. Инвесторы едут на пляж. Первая международная конференция стартапов состоится в Сочи. Она пройдется 2 по 4 октября и станет местом встречи для разработчиков новых проектов. Инвесторов, работодателей сферы информационных технологий, экспертов и представителей власти, включая администрации Краснодарского края и Сочи. В конференции «Стартап. Пляж» примут участие около 250 человек. Форум предусматривает обширную деловую программу. Участники смогут не только представить собственные разработки, но и получат навыки развития проектов и полезные контакты. В рамках конференции будет подведен итог всероссийского конкурса IT-стартапов «Море идей на берегу моря», собравшего около 300 проектов со всей страны. Будет презентован и проект «Сочинской инновационной долины». Своеобразный аналог американской кремниевой долины станет новой точкой экономического роста города и всего региона, уверены организаторы. Развитие технологического кластера в Сочи обсудят ведущие эксперты индустрии. В Сочи задержаны грабители. Несколько сообщений от потерпевших поступили в дежурную часть УВД. Женщина рассказала полицейским, что в центре города к ней подбежал незнакомый молодой человек и попытался сорвать с плеча сумку. Дама сопротивлялась, поэтому он выхватил из ее руки сотовый телефон и убежал. Второй заявитель сообщил, что оставил сумку на берегу на центральном пляже, а сам ушел купаться. Когда мужчина собирался выходить из воды, заметил, как незнакомые молодые люди забрали его сумку и убегают. Догнать их не удалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих жителей соседнего региона. В ходе личного досмотра у них изъяли 10 сотовых телефонов различных марок. Возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Тема налогов на этой неделе вновь выходит на первый план. Заместитель главы города Ирина Романец собрала на разговор тех, кто по-прежнему не оформляет официально работников на своих частных предприятиях. А это значит, что казна города недополучает средства, которые пошли бы на социальные нужды курорта. Тем, у кого трудовая инспекция выявила нарушения, уже не сладко. Штрафы такие, что легче было бы сразу официально трудоустроить людей. Но работодатели надеются, а вдруг пронесет и тем самым удастся избежать налоговых отчислений. Но рано или поздно частному бизнесу придется работать в Сочи в соответствии с трудовым законодательством, отмечает заместитель главы города. Больше всего нареканий в адрес Лазаревского района. Достаточно привести такую цифру. В казну города за 7 месяцев поступило 3 миллиарда 800 тысяч рублей. Из них только 45 миллионов от лазаревцев. Самое большое непахнанное поле у нас в Лазаревском районе. Очень большое количество хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей. И меньше всего налогов уплачивается именно из Лазаревского района. Но при этом нам рассказывают, что школ там не хватает, детских садов не хватает, а люди все работают неоформленные. Власти курорта напоминают, в Сочи работают ревизоры, проверяют, сколько людей требуется конкретному предприятию и сколько там реально работает. Внести свою лепту в борьбу с черными зарплатами могут и сами работники, если сообщат о нарушениях на предприятии. Ведь в итоге от такого теневого бизнеса не выигрывает ни город, ни сами сотрудники. Для пенсионного фонда и служб социального страхования они в данный момент безработные. На курорте продолжается газификация отдаленных населенных пунктов. На сегодняшний день к эксплуатации готовы сразу 5 объектов, расположенных в Хостинском и Лазаревском районах. В первую очередь голубое топливо должно поступить жителям поселка Солоники, села Багушевка и улицы Джапаридзе, что в селе Пластунка. Уже совсем скоро Давид Гацеридзе не будет экономить газ в баллонах и пользоваться электрическим чайником. Строительство газопровода на улице Джапаридзе завершено почти на 100%. Без газа мы всегда. У нас никогда не было газа. И сейчас мы работаем над этим. Газ проводят, уже получается, заканчивается этот процесс газификации. Местный газопровод под давлением. И как только будет готова последняя исполнительная документация, газ подведут в дома. Достроена уже труба, достроена газораспределительная станция, которая осталась нам в принципе технический момент – это ввести все это в эксплуатацию. Для того, чтобы люди смогли, каждый двор смог подключиться. И для того, чтобы не терять время, потому что зима у нас близко, хотелось бы, чтобы это зимой уже люди все отапливались как положено, газом, раз он уже подается. Необходимо. Мы сейчас проводим консультационную работу для того, чтобы люди подготовили все документы. Согласно распоряжению первого заместителя главы Сочи Мугдина Чермита, в каждом внутригородском округе должна быть проведена работа с населением, где специалисты департамента строительства и Сочи Горгаза дадут соответствующие разъяснения. Плюс ко всему, у города есть договоренность, согласно которой оформление необходимой документации должно проходить в оперативном режиме. Технические условия выдаются бесплатно. И проекты, и сама организация работы по подключению, благодаря усилиям Сочи Горгаза, сведена, скажем так, к самому минимуму. Надо до наступления холодов, до наступления отопительного сезона воспользоваться подготовленными государством газопроводами. Согласно плану, у жителей, которые хотят провести природный газ в свои дома уже в этот отопительный сезон, на сбор и оформление документации есть чуть больше месяца. Елена Авсецина, телекомпания ФКТ. Ремонт Нагорного канала в Эмеретинке обещают закончить в октябре. Сейчас работы по его расчистке и восстановлению продолжаются. Я напомню о том, что необходимо срочная реконструкция этого сооружения. Заговорили после прошлогоднего июньского наводнения. Тогда весь поселок Мирный оказался буквально под водой. Как продвигаются работы, узнала Ольга Десятого. Этот участок Нагорного канала в поселке Мирный проложили еще в 70-х. Тогда его использовали для отвода воды с полей совхоза «Россия». Район стремительно развивался, и теперь Нагорный канал – это часть ливневой канализации целого района. Сейчас здесь идет большой ремонт. Реконструкцию сооружения разбили на три этапа. На первом провели предварительную расчистку канала. Второй этап – восстановительный. У нас сейчас на данный момент есть несколько фрагментов 900-метровой зоны этого участка, где отсутствует полностью бетонной конструкции. Это приводит к чему? То есть размывает вода, падает глина, и прохождение воды замедляется. К чему это приводит, отлично знают жители поселка Мирный. В июне 2015-го Эмеретинская низменность стала одним из районов, который больше всего пострадал от разгула стихии. Наводнение показало, в системе отвода воды немало пробелов. И Нагорный канал в нынешнем состоянии со своей функцией уже не справляется. Поэтому и было принято решение восстановить эту важнейшую искусственную водную артерию курорта. Сейчас я надеюсь, что с проведением работы по реконструкции и чистке канала мы перестанем бояться проливных дождей. Нам очень приятно, что про нас не забывают. Работы ведутся для нас, для жителей данного района. Сегодня на объекте трудится целая бригада рабочих плюс тяжелая техника. Здесь с утра до вечера на участке в 900 метров продолжают разгребать ИЛ и готовить канал к ремонту бетонных конструкций. Как говорят специалисты, которые трудятся здесь, на объекте, работы и без того непростые. А усложняются они еще и тем, что прямо через канал проходят и водопроводные трубы, и высоковольтные провода. Работа идет не очень быстро, но качественно и в соответствии с графиком. Реконструкцию Нагорного канала планируют завершить уже в октябре. Как раз к началу сезона дождей, которые теперь жителям Мирного уже будут не страшны. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Дагомысе спасатели провели урок безопасности для школьников. Встреча в 76-й гимназии началась с демонстрации аварийно-спасательного оборудования и рассказа о работе при ликвидации ДТП. Сотрудники МЧС продемонстрировали, как можно за считанные секунды раскусить, сжать и, наоборот, разжать металлические конструкции. Показали детям и работу ранцевых систем пожаротушения «Игла». Также специалисты развернули световую башню, необходимую для освещения места чрезвычайной ситуации. Кинолог Екатерина Свящева и ее питомец лабрадор Марфа продемонстрировали свою работу по поиску людей. Марфа выполнила все команды, за что получила лакомство и любимую игрушку, а еще шумную поддержку всех школьников. Место встречи – футбольное поле. В минувшие выходные директор Института стран СНГ Константин Затулин побывал на футбольном турнире молодежи «Села Краевско-Армянское». Это игра для сильных духом. Приветствую молодых футболистов, Константин Затулин вспомнил, как когда-то он вместе с друзьями играл здесь в футбол. Поэтому об этом виде спорта он знает не понаслышке. Могу сказать, что футбол – это прекрасная игра, потому что она учит коллективу, учит дружбе, ну а самое главное – учит побеждать и учит проигрывать. Вот проигрывать я хочу вам пожелать, чтобы вы как можно меньше учились, а выигрывать как можно больше, потому что победа – это то, чего нельзя ничем заменить. Не обошлось без автографов. На нескольких футбольных мячах на удачу Константин Затулин оставил свою подпись. Этот турнир на современных благоустроенных полях спортивно-оздоровительного комплекса «Спутник» продолжит славные традиции спортивного Сочи. Турнир, чемпионат Роздольницкого сельского округа – это очень здорово. Спорт приветствуется в городе Сочи. Спорт – это здоровье, спорт – это хорошее настроение. Желаю вам ярких побед, желаю вам красивой игры. Игра, несмотря на довольно скромный статус соревнований и количество участников, получилась красивой и запоминающейся. Такую оценку дали эксперты-болельщики. Победители турнира получили кубки и грамоты. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. А все вам самого доброго и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok